Фестиваль День урожая проходит уже второй год. Наша съемочная группа здесь находится с раннего утра и несмотря на прохладную пасмурную погоду в парке Степаново помимо участников собрались толпы гостей. С каждым часом их становится все больше. На входе нас встречает выставка сельхозтехники и сочные фотозоны. Ну а сама площадка фестиваля разбита на 12 тематических зон. Пойдемте же с ними знакомиться. По парку растянулись десятки различных шатров и чего в них только нет. Мед, пряники, колбасы, изделия ручной работы. Здесь, например, можно приобрести продукцию семейной сыроварни Гагаринах. В их линейке мягкие, полутвердые и твердые сыры. Мы начинали заниматься сыроделием в 2018 году. Это была кастрюля 20 литров. В 2020 году мы получили грант на развитие и уже организовали производство на 400 литров. Сейчас наша сыроварня перерабатывает 700 литров в сутки. Очень нам помогают развиваться вот такие ярмарки, на которых мы реализуем свою продукцию. Валентина Гатина приехала из родников. Своего производства у женщины нет, зато есть приусадебное хозяйство. Такой урожай, говорит Валентина, у нее каждый год и все благодаря стараниям. Рекорд тыква весом 37 килограммов. Кроме мега овощей, женщина привезла на фестиваль различные заготовки на зиму. Да, очень любят щи домашние зеленые. Они славятся не только на Ивановскую область, даже их забирают в Питер и в Москву возят. Потому что кто попробовал один раз русские щи, тот никогда их не забудет. В этом году в Ивановской области ожидается рекордный урожай за более чем 20 лет. Аграрии планируют собрать 165 тысяч тонн зерна. За последние пять лет агропромышленный комплекс региона заметно вырос благодаря поддержке губернатора. Появились крупные сельхозпредприятия, активно развивается фермерство. Введено в оборот порядка 30 тысяч гектаров сельхозземель. Теперь на когда-то бесхозных пашнях выращивают зерновые, кормовые культуры, лен, коноплю и овощи. Кстати, утром фестиваль посетил глава региона. Станислав Воскресенский пообщался с ремесленниками и фермерами, а у одного из них решил приобрести твердый сыр. Так, мне этот, твердый. Твердого. Есть? Есть. Точно. Ну, я же обещал, что буду. Ну, что, я уже стараюсь. Ну, все. Я понял, понял. Я сейчас сам отрежу. Так? Нет, чуть поменьше. Вот так? Вот так, да. А вы знакомы, что ли, с этим холодным? Да, да, да. Хороший сыр. А здесь можно познакомиться с уникальными гастрономическими блюдами, народными промыслами, ремеслами каждого муниципалитета. Своей экспозицией бренды представили все 27 районов Ивановской области. Каждый креативно подошел к оформлению шатра. Гости попробовали знаменитый парский калач из Родниковского района, луковые пироги из луха, десерты из самой вкусной комсомольской клубники и много других лакомств. Одни зазывали к себе караваем, другие – бесплатной дегустацией подарками, а кто-то – песнями и частушками. Ой, мы споем про наши предприятия, хлебопек мы любим, ждем свои объятия. Косби Эмальянс у нас в районе славится, знает, что их продукты всем гостям понравятся. Я пою снаферницу, а в пизу на мельницу, измелью ее муку и лепешину пеку. Наверное, это самый глобальный такой фестиваль, подводящий итоги сезона, где можно увидеть всю продукцию и ремесленную, и фермерскую, и купить продукцию у бабушек, которые на своем участке произвели. И питомники сегодня приехали в большом количестве, можно купить и саженцы, и красивые только что срезанные гладиолусы из фермерских хозяйств. Я сегодня приобрела вот такую вот ложечку от местного ремесленника. Я грушевская, поэтому вот как бы в виде груши. А вот и автор изделия. Александр Савельев старается участвовать в каждом фестивале. Говорит, это полезно и для вдохновения, и для бюджета. На изготовление только одной ложки у мастера может уйти полдня. Процесс сложный. Придумать, вырезать, отшлифовать и покрыть лаком. Из новинок у Александра фигуры птицы, ложки из сливового дерева. С материала мужчина всегда старается экспериментировать. Цвет разный абсолютно. Если липа светленькая, то рябина и коричневая, и светлая. Это много есть. Нюансов есть. Если слива, то она вообще разноцветная. Очень большая гамма коричневая. В течение дня на фестивале работал лекторий садовой советы. Там все желающие могли узнать секреты выращивания богатого урожая и ухода за цветами. Осенние букеты, открытки, тряпичные куклы, подделки из бересты, рябиновые браслеты, резной декор для дома. Памятные сувениры можно было приобрести или сделать своими руками в шатре мастер-классов. На Дне урожая можно было узнать рецепт вкусного крем-супа из тыквы с гречневым попкорном. Праздник сопровождался насыщенной концертной программой. На Дне урожая также подводили итоги конкурсов. Напомним, основной конкурс прошел в четырех номинациях. Это «Пугало в тренде», «Чудо огородное», «Чудесные дары осени» и «Год хлебород». Алина Марчева, Григорий Мартьянов, телекомпания «Барс».